Кросс-кантри ралли Претендентов на титул ждали 4 гоночных дня, 270 боевых километров. На подиум за победой в классе Т3 поднялась международная команда, пилот Саудовской Аравии Салих Алсаи и штурман наш земляк Егор Охотников. Именно он отвечал за дорожную карту, по которой спортсмены приехали к победе. Только ты вчера из аэропорта и уже сегодня сидишь у нас в студии. Самый первый вопрос это твои эмоции. Первый день это просто у нас песчаные дороги какие-то были. Во второй день это уже были небольшие заходы в дюны. В третий день это были очень быстрые песчаные дорожки. Навигация была чуть проще, но тем не менее день был такой более пилотажный. В четвертый заключительный день мы стартовали вообще в другой локации, то есть в другой стороне. Мы ехали среди горы камней. Там большие были плата, тут большие прям каменные горы. Очень много тоже всяких параллельных дорожек, но тем не менее заключительный день был каменистый и он отличался от всех предыдущих. Ключевая особенность, что очень много похожих дорог и для нас важно пройти маршрут максимально близко к дороге и собрать все контрольные точки. То есть невзятая контрольная точка это уже пенализация времени. То есть к твоему зачетному времени уже плюс. Команда выступала на баге, легковом автомобиле высокой проходимости. Он же входит в класс Т3. Допустимая скорость на ралли-гонках не выше 130 км в час. На полном газу дистанцию можно преодолеть в два счета. Но есть нюанс. Как таковые пидстопы запрещены во время заезда. Машина вышла из строя. Весь расчет исключительно на сноровку команды. Аналогичная ситуация с дозаправкой. А потому важно заранее продумать тактику и работать на опережение соперника. Если, например, поломка проходит на спортивной дистанции, мы не имеем права принимать помощь со стороны. То есть механики не могут приехать к нам и починить нам машину. В принципе, мы рассчитываем на свои силы. Берем какой-то комплект запчастей, который мы можем поменять. Ну, есть возможность поменять. И это все займет не очень длительный период времени. То есть если поломка 20-30 минут в час на такую длинную дистанцию, это не катастрофическая потеря. Сама машина может участвовать в гонке, если она принадлежит одному из пилотов или взята на прокат. В случае команды Егора баги собственность напарника. И от этого немного грустно. Ведь в прошлом Ульяновец сам не выпускал руль из рук. А все началось, как у многих великих гонщиков. С картодрома. В свои семь лет Егор познакомился со скоростью. А дальше каждый день без заездов превращался в пытку. К тому же всю жизнь спортсмен видел перед глазами пример для подражания. Своего отца Александра Охотникова. Главного организатора чемпионата по ралли-рейдам. Холмы России. С 7 лет я начал выступать. И, наверное, лет до 12-14 я занимался. Также у меня параллельно начал заниматься брат. Его посадили вообще в 4 года. То есть у нас все это семейная мама. Всю жизнь, когда мы были маленькими с детьми, все время ездила с нами на все соревнования. Еще когда у меня был перерыв после картинга. Вот ты год не поездишь. Я не знаю, с чем это сравнить. Но это сильная зависимость. То есть ты смотришь, как твои ребята, все друзья на соревнованиях. А ты сидишь дома и смотришь это по телевизору. Без этого я уже не представляю свою жизнь. Это уже большая часть моей жизни. Я, получается, наверное, больше половины прожитых лет уже занимаюсь автоспортом. Сейчас у Егора есть мечта принять участие в Дакаре. Это станет следующей ступенью в карьере молодого гонщика. На этот год команда уже сформирована. Но для ульяновца это не повод расстраиваться. А еще одна возможность – лучше подготовиться. И, кто знает, может уже в скором будущем именно наш земляк Егор Охотников станет чемпионом мира по ралли-рейдам Дакар. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.